Всем доброе! У нас субботнее утро. Я проснулась, слышу, как у меня заложен нос, как болит горло. Вот и до меня добралась вот эта вот зараза, потому что у нас Настя, помните, да, болела. Потом Валера у нас болела с температурой. Теперь моя очередь настала. Долго я продержалась. Ну сколько? Уже Валера недели полторы как не болеет. Настя еще больше. А я вот только сейчас, только сейчас вот эта зараза меня догнала. Да, но чувствую себя неплохо, но голос сами слышите, да, вот горло болеет. Вчера я начала чихать и сегодня вот уже с утра. Я думаю, это вот мы съездили, когда там я конкретно, там же дети, там я конкретно заразу эту подхватила. И вот поэтому думаю так. Уже начала пить противовирусное, но все равно вот, не знаю, температуру пока, слава богу, нет. Посмотрим, будем лечиться, куда нам деваться. Погода у нас теплая, все тает. Видите, сколько льда. Нам мы были вынуждены, просто вынуждены насыпать вот этот песок. Соль забыли купить, а здесь просто каток был. Выходишь, можно было, вот были бы коньки, с легкостью можно было, как на коньках. Но там вот забор, солнышко выглянуло и капает. Все растаяло у нас. Здесь очень было скользко. Валера говорит, блин, соль надо, а все равно девчонки-то гулять. И здесь как каток невозможно. Я говорю, ну давай уж песок, что ж теперь. Вот у нас здесь в тазике был песок просеянный. Я говорю, на сыпь, куда теперь одеваться-то? Расходить просто невозможно. Идешь, как корова на льду. Ну, вон капает, капает, еще солнышко выглядывает. Так вообще. Говорю, ладно, весной уже отмоем, что ж теперь. С одной стороны, классная такая погода, конечно. Мне нравится то, что тепло. Все равно клево. Но с другой стороны, тоже ничего хорошего. Вот эти вот перепады. У нас всегда в Башкирии вот так вот. Да и вообще сейчас, в последнее время, не только в Башкирии. У нас как бы и раньше так было, да, когда 20 лет назад мне 10 было. Я тоже это помню. У нас зима то теплая, то холодная. Вот так вот, вот постоянно. Очень резкие перепады. Чихнуть хочу. А последнее, последнее время, последнее, ну, наверное, года 3-4. Лето у нас просто жара невыносимая. Под 40 лет. Это лето было 40 градусов жары. Такого я тоже не помню. А зима вот такая. То мороз в прошлом году, как я уже рассказывала, у многих все померзло. В этом году не знаю. Ну, навряд ли. Посмотрим, что ж теперь. Что будет, то будет. Собак лает тут у меня. Нервная собачка. Скажи мне, пожалуйста, тебя не раздражает, когда она вот так вот долго тявкает? Нет. Не раздражает, да? Не раздражает. По нервам так не бьет, нет? Нет. Понятно. Гонщик это у тебя, да? Да. Элиза в джинсах. И футболочки. Говорю, давай лучше футболочку, что-нибудь другое надень. Потому что ту тепленькую можно испачкать. Она светленькая. Расчешивалась. Какая погода, будто весна, да? Ну. Валяра, я не могу вот эту штуку открыть. Вот бесит вот эти сиропы, да? Надо постучать. Я обычно постучу, постучу, и она это отходит. Надо будет еще, кстати, купить. Ой, вот этот вообще кодулак. Ты мне до конца открой. Не могу я. Я говорю, такая погода, будто весна, лето, да? Вообще так. Солнышко так клево падает. А на самом деле... Греет, так вон там забор и этот. Вот теперь. А Настя что там делает? Вы кровати заправили? Давайте убирайтесь. Мама болеет. Все, мама ничего не может. Говорила до этого, что что-то вся семья заболела, да? В итоге я заболела. Вчера купили сырки. Они кислые, видимо, все. Испортились. Такие сырочки, конечно, они очень быстро. Хотя до 7 января, Валер, срок годности. Ладно, Зевс будет кушать. То есть до этого сладкое Зевсу давали. Писали, что собакам нельзя сладкое давать. Иногда можно. Иногда можно давать. Он не так часто у нас сладкое кушает. Собакам нельзя, это которые декоративные эти. Им вообще ничего нельзя. Нормальные собаки почему нельзя сладкое давать? У них тоже сахарный диабет может развиться. Ну, не, я имею в виду не каждый день, а по чуть-чуть. Иногда-то что-то, он ничего не знает. Да он у нас сразу... Он, не честно, сладкий. Три. Маменький чаще ел. Ну. Конфетки отбирал у нас. А ты, Сой, не поедешь сегодня на работу? Сегодня выходной же у меня. А, забыла. Да? Ты не поедешь на работу, что ли? Нет. Ты в школу-то пойдешь? Нет. Почему? Еще рано. Рано? Да. Как рано, как рано. Вот Элиза маленькая была, помнишь, Валера? Вот так вот ей на макушку так дуешь. И она улыбалась. Так солнышко на вас красиво падает. Витамин D. Надо вам выйти, наверное, погулять. Давай снег почистить. Какой снег там, все растаяло. Ну, где найдешь? Чистить нечего. Лопату еще надо мучить. Да, а лопату тут Настя убрала и не знаю. Может, на веранде где-то? Ну что, уже лопату потеряли? Да. Ну вот. Работяги. Это так. А я думала, что папа пойдет на работу. Да, на работу его выгоняем. Ну, шла, пусть отдохнет-то. Все-таки суббота. Ребята, вот эти красивые у меня обои. Вот такие вот с перчиком. А вот здесь вот такие вот розовенькие. Ага. Так, все, хорошо мама зарядила телефон, да? Да, спасибо. Можно в телефоне посидеть. Вот это надо выключать. Вот когда на зарядку ставишь, нажимай на самолетик. Тогда быстрее будет заряжать телефон. А что так? Да, вниз делаешь, на самолетик ставишь. Он синеньким. Когда загорится, ставь на зарядку. Тогда он быстрее заряжает. Состояние у меня просто очень становится ужасным. Я прям чувствую, как мне с каждым разом все хуже и хуже. Не знаю, сейчас градусник поставила. Попробую померить температуру. Посмотрим. Еще достала вот такие вот леденцы. Я покупала их в Байраме. Не знаю, может быть поможет. Просто до этого, когда тоже попила холодной воды, у меня сразу горло начало болеть. И решила вот эти вот леденцы рассасывать. Я их покупала в Байраме. Что-то недорого. Ну, по скидке они были как раз. Здесь много полезных свойств. И, в общем, я выкинула, рассасала где-то штуки две вот этих леденцов. И мне стало лучше. То есть у меня дальше горло не болело. Вот сейчас чувствую просто такое состояние ужасное. Я болею очень редко. Ну, раз в год, может быть, от силы. Как всегда, либо перед Новым годом, либо перед летом. Это как западло, как всегда получается. У меня тоже глажка. Не знаю, сейчас померяю температуру. Я пью ринзу. Потом сироп вот этот. Не хотелось бы переходить на антибиотики, а вылечиться вот именно вот такими более щадящими вот этими таблеточками. Посмотрим. Достала утюг, потому что гладила гладильную доску. Сейчас, если чуть получше станет, то я уже начну гладить. Хотя бы какую-то работу буду делать. Вот, кушать, надеюсь, Валера приготовит. Он сейчас поехал по каким-то вопросам. И Лиза побежала с другом играть. Тут они ходили. Лиза его на санках катала. Он ее на санках катал. Они примерно одного роста, примерно одного веса. В общем, весело. Настя дома сидит. Что-то там на втором этаже делает. У меня прям голос ужасный. Вот, но сейчас-то эти леденцы попробую пропить. Посмотрим. Может, лучше будет. Облепиха и мед. Прополис. Масло облепихи. Живицы кедра. Прополис мед. Натуральные ингредиенты. Ну, хочу, потому что горло очень сильно болит. Кушаю мандарин. Что здесь пишут? Натуральные природные компоненты. Действуют на состояние горла, дыхательных путей и общее самочувствие. Вот уже Эмиль притащил свои саночки. Элиза на аргамаке. Друг друга катает. Здесь лед. Он разбегается, держится, как с горочки он. Раз! В общем, круто им тут. Им вдвоем очень интересно. У них разница. Один год, наверное, полтора. Вот, дружбан. О, как! Элиза села отдохнуть, передохнуть. Что-то жует. Температура поднимается. Около... Доходит до 37. Сейчас еще как раз время подошло. Можно еще одну таблетку выпить. Ринзу. Наверное, лягу, полежу. Потому что... Потому что прям состояние ужасное. Ринзу выпью. И попозже, может, вот это вот витамин С. Потому что много мандарин не съешь. А это все-таки здесь 16 грамм. Попозже, ближе к вечеру, наверное, разведу и попью. Вот, эргоферон. Такое уже ничего не поможет, конечно. Такие таблетки. Потому что... Ну, это витамины. Потому что уже все. Но есть еще вот тоже. Наверное, вот эту аскорбинку все-таки. Когда там срок годности заканчивается. О, главное, чтобы не закончился. Дата изготовления. Да, 21-й год. В общем, надо почитать, если что. Разведу наскорку. В общем, поближе потом прочитаю. Попозже разведу, попью. А пока только ринзу. Я просто ненавижу такое состояние, когда все разом. И когда и насморк, и температура, и горло. Ощущение, будто время вообще остановилось. Как только начинаешь болеть. И ощущаю, как будто бы вообще все остановилось. Есть только лишь плохое самочувствие. Ты что, играешь, гуляешь? Ты долго еще будешь? Лиза вон пришла. А это еще что-то такое? Это леденцы, их не надо. Не надо. А где еще? Они тебе не понравятся. Это когда болеешь только, вот эти леденцы. Ага. Мама, я сказать тебе хочу. Говори. Можно они к нам домой на вело? Нет, я сейчас буду спать. Я же болею, нельзя. А в смысле спать? Ну, я сейчас лягу, полежу, посплю. Мама же, слышишь мой голос? Он температуру померила, температура у меня поднимается. А если бы ты не болела, не спала? А что на улице что, мороз что ли, чтобы дома сидеть? Гуляйте на улице, вон ветра нету. Плюсовая температура. Нет, я болю, нельзя. Холодную воду налила. Идя за меня отвлекла. Уж таблетку, как горько. Печеньку возьми. Спалился. Взял такой большой кусман, сидит, кушает снег. Кто? Эмиль, ты только не смей кушать, а то заболеешь. Поняла? Спать вам пойдешь, да? Ну, я сейчас хочу лечь, отдохнуть. А вы чем занимаетесь, Анастасия Валерьевна? Играть в телефон. Да, Элис, давай тоже домой. Нет, я не хочу. Иди с ними погуляй. А что, потом опять скажешь, я не успела погулять. Я хочу кушать сейчас. Валера, вчера говорю, ну возьми, возьми себе вот эти вот варюшки. 400 рублей стоят. Нет, не надо. Сейчас ездил, взял, купил. Ну, мягкие внутри, да? Да. Шикольные. Ну, хороший. Блок купили опять. На айфон. Мой, потому что непонятно, ставишь на зарядку, и он не заряжает. Подходит? Сколько стоит, кстати? 500 рублей. Вот это тоже 500 рублей, и буквально сколько. Настя доедает роллы. Сейчас будем пельмени кушать, да? Да, я налепил. Налепил быстренько пельмешек. Село Зеленое, да? Позвонил друг Антоха, попросил помочь повесить гирлянду, такую же, на дом. Шуф-поверх попросил. А ну, новогоднее настроение, да? У всех Новый год. Вот елочка красивая, да? Елка днем намного красивее выглядит. Какой подарок-то? Что с коробкой? Просто коробочка. Дед Мороз подарил нам что-то. Ага. По себе хорошо или... Дед Мороз даже в прошлом году ничего не дарил. Дарил, елку подарил уже, с игрушками причем. Ты что, не помнишь, что ли? Елка с игрушками. Ага. Мороз сам дарил, вечно. Днем елочка очень красиво смотрится. Очень. Что-то выглядываешь в солнце, на солнце глядишь. И что-то темно как-то. Нормально. А? Нормально. Надо переделать. Здесь люстра уже нужна новая. Ну да, на, вкупе. Одна вообще, один плафон разбился. Это я менял уже. Этой люстры уже лет семь. Самая дешевая люстра. Она, кстати, подходит нормально. Нормально. И она незаметная. Мне она вообще никак не ощущается. Надо снять плафон. Надо вот такое. У нас потолки не очень высокие. У нас всего лишь сколько потолки? Метр сорок. Ага. Ты что, метр сорок? Ой, метр. Сколько? Два сорок восемь, что ли? А, два сорок восемь. Да. Ну, не совсем высокие. Поэтому вот такая люстра. Супер. Мне кажется, просто надо плафоны помыть и все. Ну, надо. Да, тогда будет светлее. Там мухи помыли. Там после лета мы ее не мыли. Да, там, наверное, мошки вон сидят. Есть такой вот же. Ага. Ладно. Может, поэтому... Не показывай позор. Ну, а что такое просто? Нам хорошо здесь? Нам не видно. Мы голову... Мы здесь не ходим. Мы на солнце не смотрим. Либо на кухне, либо на улице. И в комнате. Да, Элис? Где мой телефон? Не знаю. А ты поешь сам? Носки надеть надо. Да. Подожди, мы кушать еще не надо. Сейчас покушать надо. Носки. Поеду. С Вероникой будешь играть, да? Дом этого поедешь. Да. Чушпан это? Можно я возьму игрушки? Я тоже поеду, я как стаж. Нет, ты дом будешь. Ну, а что вы все толпой-то поедете? Можно я возьму игрушки, собачку? Можно? Угу. Только пока он долго будет? А вдруг ты поспроси сначала у Антохи. Вдруг Вероника болеет. Так что пока подожди. Вдруг она болеет, плохо себя чувствует. Варюшки надо туда на место отнести. Да, сейчас ледню. Кстати, вот рассасываю вот этот леденец намного лучше. Угу. Прям отпускает горло. Слушай, тебе еще какие-нибудь леденец? Нет. Поставить в новую середку. Нет, это вот это вот, который кедр. Ну, я понял, он как-нибудь стрептил. Мам, мне тоже не надо горло болеть. А? Мне тоже горло болит немного. Ну, тогда надо тоже тебе вот эту штуку. Дай посмотреть, а ты зачем эту кофту надела? Принеси-ка Рези этот расческу, я тебе волосы сделаю. Нагулялась Элиза. И мне накатала ее? Эмиль взял вот такой от снеговика, походу, кусок снега. Сел на свои санки, вот так сидит. Обнял вот этот кусок снега и сидит, кушает. А ее опять мы в казан утащили. Так надо его вообще домой занести. Зачем? На веранду. Мне готовить будет на Новый год, чем вкусно? На веранду надо занести. Или в январьские праздники будут, картошечку с мясом там, да, сделаю. А, мечтать не вредно. Праздники что я сделаю? Мама, ты не увидела мой телефон? Нет, я твой телефон. Носки надо одевать, Элиза. Садись. Кстати, такая клевая расческа, вот ее вообще. Она волосы не тянет, так приятно расчесывает. Я расчесывался. Расчесывался? Ну там какая была, это только я видел. Носки, ты не видела мой телефон? Не знаю, вот здесь торчит все равно, мне не нравится. Потому что покороче, вот сейчас... А в трассе не торчит, ничего. Я имею в виду то, что отрастает и вот красиво, не как вот так вот, как-то вниз. Но там и надо постригаться. И там дешевле. И дешевле, и намного лучше. Вот на свадьбе у Валеры вот такая была прическа. А больше волос тут. Ну. А по еще позвонит дяде Антону? Да, узнаю. Потому что дядя Антон до этого говорил то, что это... Болела Вероника. Болела Вероника. Сарик ходит. Хорошо. Да, и говорит, ну как всегда, три дня, неделю ходим, две болеем там. Как я сделала мейкап. Ну-ка, подойди поближе. Вау. Еще заходочек. Настя, ну-ка, ты на меня посмотри. А что это у нас здесь вообще за салон красоты такой? Да, вот мы играем. Так. Сейчас тебе начосик. Так. Элиза, ну-ка, подойди поближе. Это что у тебя, блестки, да? На глазах, серьги. А у меня сама красиво. Серьга. Вау. А можно мне обычную ребеночку? Нет, нет. Видишь, как классно, когда сестренка есть. Ты ее можешь накрасить. А она тебя. Так, пойдемте на второй этаж. Вам какие все? Или только после? А как хотите. Хорошо. Она тебе доверяет. Потом вот это приберите, пожалуйста, ваши тут. Вот. Ты на Новый год оставь. Вот такие. Потом Новый год будет. А я еще. Тоже будьте как звезды. А что ты все-то ей? Можно... А один вот здесь сверху ей сделай. Здесь снизу у нее будет. А вот этот на этом глазу сверху. Класс. Сейчас же модно... Это отрезать надо. Сейчас же модно, совмещая моей, не совмещая мам, соединять. Нет, она вот эта вот здесь. Ничего, не получится. Надо вас сфоткать таких шикарных на память, да? Таких. Тетя Мотя такая у нас тут. Вот, подписчики, повторяйте макияж. Давайте, подписчики, зацените. Элизин макияж. Вот это Элизин. Но это еще не конец. Как не конец? Не знаю, но что-то это макияж. А вот Настин макияж. Вот. Давайте. Время уже 11 час вечера. Мне намного лучше не стало. Далеко не лучше. Еще хуже. Начался кашель. Очень больно. Больно кашлять. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, все-таки мне полегчает. Валера до сих пор у друга. Я уже звоню. Я говорю, ты там точно... Точно делаешь? Я говорю, может быть, мне тоже на доме гирлянду включить? Чтоб ты дорогу домой нашел? Нет, нет, говорит. Там немножко что-то... Ну, долго. Это не быстрый процесс. Развешивать вот эту гирлянду на дом. Тем более, они, я так поняла, Антон на своем доме конкретно под крышу вот это делает. Да, вот эту гирлянду. Не как мы на половину дома. Все равно. Все равно перегорело. Так что так бы и так было. Хоть бы мы и на дом вот так сделали на крышу. Поняли, как наискосок. А мы же сделали над окнами. И немножко у нас перегорело. Не немножко, там как раз половина вот этого вот часть перегорела. Даже если бы мы вот так бы сделали, все равно было бы то же самое. Нет, нет, говорит, нормально. Ну, подмерз. Говорит, руки замерзли, потому что уруповертом же крутить надо. Сейчас подъедет и Лиза тоже, говорю, идите ложитесь спать. Как вы поняли, я уже ничего не гладила. Потому что мне состояние плохое. Я легла, поспала. И то, знаете, как-то спала, так непонятно. То вроде бы уснула. А вроде бы я сплю. И вроде бы не сплю. Такое какое-то дремлющее состояние. Девчонок спать отправила. Сейчас они пошли разложиться. И Лиза долго сидела на втором этаже. Пойду посмотрю, что они там. И Лиза тоже у нас какая-то без настроения. Лишь бы она не разболелась тоже. У нас как раз и получилось. Валера с Настей болел. А сейчас я. Твой тут фон дай мох, чтобы и Лиза у нас тоже. Пусть будет лучше здоровая. А вы что, гирлянду не включаете свою? А тут потому что у нас вставать будет. А что не расстилаете даже? Мне так удобно себя спать. Так же неудобно? А это у тебя здесь что? Это ты так спишь, да? Это Настя положила. Я положила, потому что мне нужно было подметать. А где они у тебя спят обычные, твои игрушки? Ну там, на другом. На полу? Угу. Да? Еще нашли мишек, да? Угу. Вот этого мишку. Да. Это, по-моему, дядь Валера Настя тебе вот этого медведя дарил, когда ты родилась. А, да. А здесь это папа мне дарил, вот этого медвежонка. А где здесь лав? Сердечко было. Я не заторвала. Ага. Зачем оторвала? Нет, я давно такая. А почему я такая? Хотела ему отлезть, потому что руки такие. Не двигаются. Хотела, чтобы двигались. Руки, чтобы двигались. Угу. А где это сердечко? Не помню. Не помню. Чтобы вот так вот двигались. Ага, понятно. А сердце мешало, да? Угу. Сердце убежало. Убежало. Разбилось сердце, да? Он теперь не любит, да, никого? До этого любил, сердцем был, а сейчас без сердца, да? Никого не любит. Меня он любит. Кого? Меня, Настя, тебя, папа. Всех любит, да? А ты что там в телефоне, кого смотришь? Настю. Кого? Угу. Ужастики опять какие-нибудь? Это не ужастики. Нет? Вы гирлянду-то включаете, Настя? Да. Мама, забыли танец на ветку, Светки, Светку, в моей грудной клетке. Нет. Ой, ты забыла, как там, Настя? Вместе с танцем. Давай. Настя, только ты будешь петь. Я тоже петь. Светки, Светки, на ветку, Маем сердце птица, В твоей грудной клетке. На ветку, Светки, Светки, на ветку, Мои слова водиться, Так не годится. Все. Это новый тренд? Да. А как называется? На ветке, Светки. Светки. Это что, вечерняя зарядка была? Да? Ну, вы уж не танцуйте, надо спать ложиться. Хорошо? Не надо спать. Как это не надо? Сил-то не будет. Ты сегодня вон нагулялась. Устала. Устала? Снег ела? Мне кажется, ела снег. Да я не ела. Вместе, наверное, на пару с другом. Нет. Да? Нет. А здесь у тебя что? Елочку ты украсила? Элиза, я же говорила, вот эту стену больше не мазюкать, по-моему. Хочу, да, да. Я тебе русским языком говорила. А это давно? Нет, недавно. Нет. Это недавно. Вот это недавно. Это ужас просто. Ужасно. Была красивая стена. Ты вон что натворила. Была вот такая красивая переливающая стена. Сейчас вот что происходит. Вот и что. Поцелуйчики. А что здесь? Читать можно? Только там не только рисунки. Ну, там не читай. А, вот ты следующий сделал, да? Скотчем ты еще тут сделал. Тучку добавила, да? Угу. Угу. А следующая? Элизина. Что? Не трогать. Не трогать. Ага. Там дальше. О, прикольно так. Там еще вот. А это что такое? Это что? Все что ли? Да. Больше ничего не писала, да? Да. И вот тут сердце. Ну, ты уж по очереди. А зачем ты этого в середину, то еще где-нибудь. Ты красиво заполняй, чтобы красиво было. А ты еще сюда наклейки, да, приклеила? Да. Как они оторвутся, так будет плохо. Они уже вон начали отрываться. А почему они отрываются? Ну, вот так всегда. Когда здесь сыро, начинают рваться. Все, давайте ложитесь спать. На детке свет. Спокойной ночи. Давай. На детке свет. На кровать. Светке на кровать давай. Спокойной ночи. Все, я сейчас тоже посижу немножко. Валеру дождусь и буду ложиться спать. Надеюсь, что завтра мне будет намного лучше. Сомневаюсь, конечно. Но будем надеяться на лучшее. У них уже какая-то там война началась. Они что-то уже кричат, ругаются. В общем, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, конечно же, кто еще не подписался. Всех люблю, целую и обнимаю. Не болейте.